Добрый вечер! Как и всегда в это время вы смотрите телеканал от Кореи в студии Варвара Можаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых последних и актуальных событиях нашего города. В этом выпуске. От бронхита до пневмонии. Что нужно делать, чтобы не заболеть? И почему не стоит заниматься самолечением, если болезни избежать не удалось? Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Как только начинается какой-то воспалительный процесс, даже пускай респираторная вирусная инфекция, надо сразу же обращаться к врачу. Все на лед. Погода наконец позволила закончить заливку городских катков, начатую в декабре. Как тебе новый лед? Нормально, скользкий. Очень нравится, хорошо залили лед. Светлый праздник Рождества Христова. Праздничные богослужения прошли в Петропавловском храме и Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня Святая Церковь вспоминает одно из самых главных событий христианского мира. Это Рождество Господа, Спаса Нашего Иисуса Христа. Народные гуляния, благотворительные представления и елки. Латкаринцы провели праздничные новогодние каникулы весело и с размахом. Самый светлый, самый чистый, как праздник Рождество. Пусть метелью серебриской нам приносят всем добро. Новости спорта и многое другое прямо сейчас. В Подмосковье построят современные заводы по утилизации твердых бытовых отходов. Продолжается реализация программы «Соципотека». А аномальные морозы стали причиной аварии на электросетях Люберецкого района. Об этих и других актуальных событиях региона, как всегда, расскажет Марина Лопаткина в рубрике «Новости из области». Добрый вечер, с вами Марина Лопаткина и новости из области «Самые важные новости региона» и главные события Подмосковья прямо сейчас. В субботу 7 января в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Аномально низкие температуры, достигавшие отметки минус 30 градусов, продержались в регионе вплоть до 10 января. В результате в Люберецком районе произошла авария, повлекшая отключение электроснабжения. Без света остались порядка 100 тысяч человек. Это около 50% жилых домов, в том числе 9 улиц в городе Люберцы, поселке имени Калинина, в городских округах Дзержинский и Лыткарина Котельники. Коммунальные службы оперативно начали аварийно-восстановительные работы. И последствия аварий были устранены в считанные часы. Сегодня в области сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад. На территории региона рассредоточено более тысячи дизельных электростанций для оперативного восстановления электроснабжения потребителей при возникновении аварий. Приятные итоги минувшего года. Более 300 врачей, учителей и ученых Подмосковья стали обладателями соципотеки в 2016-м. В преддверии Нового года состоялось вручение свидетельств очередным участникам под программой «Социальная ипотека» государственной программой Московской области жилища. Коммунальные службы Подмосковья продолжают расчистку снега на территории области. В уборке дворовых территорий от выпавшего снега задействовано порядка 5,5 тысяч специалистов и около 1700 единиц спецтехники. На территории региона определено 250 мест для централизованного вывоза и складирования снега и сформирован запас противогололедных средств свыше 300 тысяч кубических метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сложилась катастрофическая ситуация в части твердых бытовых отходов. Десятилетиями в объеме 10 миллионов тонн каждый год из Москвы и Подмосковья мусор свозился на подмосковные полигоны. Глава региона отметил, что благодаря программе президента в Подмосковье начали работу по закрытию этих полигонов, необходимо перейти к глубокой переработке мусора. Благодаря решению правительства Российской Федерации, власти Московской области рассчитывают на строительство четырех современных заводов по утилизации ТБО. Свыше 15 километров автомобильных дорог отремонтировали в Люберецком районе в 2016 году. Всего за этот период рабочие обновили 23 автомобильных полотна. В эксплуатацию ввели второй участок автомобильной дороги по улице Преображенская от проспекта Гагарина до улицы Инициативной в Люберцах. Ведется строительство транспортной развязки автомобильной дороги Лыткарина-Томилино-Красково-Железнодорожной на пересечении с автомагистралью М5 «Урал». На этом все. Смотрите через неделю наш новый выпуск. До встречи. От бронхита до пневмонии. Почему не стоит заниматься самолечением? Как себя вести в лютые морозы, чтобы не заболеть? И к кому обращаться, если это все же произошло? Смотрите в нашем следующем сюжете. Разгул пневмонии отметили врачи по всей Московской области. Терапевты сетуют. В большинстве случаев эта болезнь наблюдаются у людей, которые занимались самолечением. А ведь несмотря на достижения медицины, пневмонии ежегодно заболевают свыше 450 миллионов человек во всем мире. При этом около 4 миллионов случаев заканчивается летальным исходом. Начинается все, как правило, с ОРВИ. И поскольку вирус любой, даже если мы будем говорить о респираторных вирусных инфекциях, находит в той или иной мере ослабленный организм, то есть он знакомится с новым организмом, в котором нет защиты, антител нету, то начинается все с респираторной вирусной инфекции. А позже на фоне присоединения воспалительного процесса, вызванного уже самой микробной флорой, которая находится на слизистых, в том числе и на слизистых дыхательных путях, может развиваться пневмония. Это зависит от возраста, от состояния организма, от сопутствующих заболеваний. То есть гораздо чаще есть риск заболеть, понимание, у людей, которые либо длительно находятся на постельном режиме, у которых ослаблен иммунитет, у которых пожилой возраст и куча сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, подвержены риску у курящей и злоупотребляющей алкоголем взрослые люди. То есть у людей, у которых иммунитет находится с ним? Да, чаще всего и больше всего это контингент такой, кто имеет какие-то сопутствующие заболевания. К сожалению, пневмония – это такое заболевание, которое нельзя вылечить обыкновенным ампицерином. Он с ней просто не справится. Здесь необходимо подключать более серьезные антибиотики широкого спектра действия, а также вспомогательные субспензии, которые способствуют выведению мокроты из организма. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Как только начинается какой-то воспалительный процесс, даже пускай респираторная вирусная инфекция, надо сразу же обращаться к врачу. Чаще всего возбудителем пневмония является пневмококк – это процентов 60 случаев воспалительного процесса. В легких это пневмококк. Мы начинаем лечить препараты, которые эффективны при данном виде возбудителя. Стофилококк тоже может быть, но это где-то порядка 4-5% случаев. И самый маленький процент – это стриптококки, порядка 2,5%. Начинать надо сразу с антибиотика, причем не надо дожидаться, держать время для определения возбудителя. Мы знаем, что чаще всего воспалительный процесс вызывает пневмококк, и мы знаем, какая микробная флора, к какому препарату чувствительна. Можно использовать и… Есть такая группа респираторной фторхиналоны. Это левофлоксацин, таваник. Они тоже очень хорошо работают. То есть как работают? Работают как антибактериальный препарат на лечение пневмонии. Быстрый, хороший эффект от лечения. Конечно, для того, чтобы не заболеть, необходимо проводить профилактические мероприятия для своего организма. Закаливание и чеснок – это хорошо, но прививками тоже не стоит пренебрегать. Ведь именно они способствуют выработке иммунитета к тому или иному заболеванию. Кроме того, даже в минус 30 на улице можно было встретить людей без головных уборов. А ведь сохранение тепла – это одно из важных факторов, который дает организму дополнительную защиту. Тем более, что современный мир моды предлагает такой широкий ассортимент шапок и платков. Варвара Можаева, Александр Тестов, Новости Латкарина. Январские морозы заставили всех нас одеться потеплее и забыть о продолжительных прогулках. Но вместе с тем подарили городским коммунальщикам возможность завершить начатую еще в декабре заливку катков в Латкарине. А любителям активного отдыха провести свободное время, катаясь на коньках, расскажет Марина Лопаткина. Эх, прокачусь! У латкаринской ребятней и активных взрослых прибавилось зимних радостей. В городе завершается заливка катков. Все, кто любит отдых на свежем воздухе, зимние виды спорта, да и просто хорошее настроение, отправляются на улицу, невзирая на морозы. На катке по улице Парковой, как обычно, оживленно. Еще бы говорят, лед здесь гладкий, как стекло. Расскажи, как тебе новый лед? Нормально, скользкий. Очень нравится, хорошо залили лед. Да, лучше, чем в прошлом году. Ну, как гладкий, может быть, бугры где-то? Гладкий, лучше скользиться. Заливкой этого катка, как и в прошлые годы, занимались МУПД Слыдкариной, обслуживающая организация «Стратегия». До идеала лед доводили по старой проверенной технологии. При помощи горячей воды и специально сконструированного приспособления, которое в народе называется «волокуша». Что собой представляет этот оборудование? Металлическая труба с отверстиями. К ней привязана ткань. Подается горячая вода. И протягиваем ее по площади катка. Он выравнивается и тонким слоем заливается. Вот видите, что получилось. Как сами оцениваете результат? Ну, пока на четверку. Надо лучше. Вообще, традиционно зима в Латкарине – это не только время новогодних праздников. Это пора новых ярких впечатлений и активных занятий зимними видами спорта. Благо, что условия в нашем городе для этого имеются. Мы регулярно проводим работы по заливке катка. Постоянно приходится за ним приглядывать, потому что за покрытием нужно смотреть, какие погодные условия, подливать регулярно, чистить снег. И, пользуясь случаем, всех приглашаю на наш каток. Вот здесь, на улице Парковой. Замечательно покрытие, приятно. И вот я бегу за коньками сейчас и с семьей обязательно приду здесь покататься. Еще одно место притяжения спортивных горожан – два катка на стадионе «Полет», которые были залиты силами сотрудников дюж. Здесь также использовалась особая технология, позволяющая добиться почти идеально гладкого льда. Всего этой зимой в городе будет работать пять открытых ледовых площадок. Катки у ДК «Мир» на втором квартале, стадионе «Полет», улице Парковой. И, конечно, свою работу продолжает ледовый спортивный комплекс на улице Советской. Марина Лопаткина, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Светлый праздник Рождества Христова встретили православные верующие в конце минувшей недели. Наш корреспондент Марина Лопаткина побывала на праздничных богослужениях в Латкаринском храме Петра и Павла и в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, села Верхнее Мячково. 7 января латкаринцы вместе с миллионами верующих на всей планете отпраздновали величайшее событие в истории православного мира – Рождество Христово. Это событие, с которого более двух тысячелетий назад начался отсчет новой эры в истории человечества. В эти дни храмы украшены белыми цветами и еловыми ветвями. Они символизируют вечную жизнь. Праздничное богослужение в Латкаринском храме святых апостолов Петра и Павла началось в 23 часа. Чуть позже, в полночь, рождественская служба началась в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Верхнее Мячково. Сегодня Святая Церковь вспоминает одно из самых главных событий христианского мира – это Рождество, Господь и Спаса нашего Иисуса Христа. Как мы знаем из Евангелия и библейской истории, Господь родился в убокой пещере. И как мы успеваем в некоторых песнопениях, Матери Божией эта пещера показалась прекраснее всех царских палат. Действительно, Господь пришел на землю, выбирая для своего пришествия Боговую пещеру специальную, чтобы показать каждому человеку, что прежде всего в жизни его должна быть любовь, должна быть самоотдача и, конечно же, жертвенность. Жертвенность себя ради других. Господь приходит на землю для того, чтобы спасти нас. И в Рождестве Христовом мы ощущаем огромную радость. Эта радость не сравнима ни с чем. Это радость, потому что Господь отдает свою любовь каждому человеку, который хочет принять эту любовь. И поэтому праздник Рождества, он заставляет нас по-особому радоваться. Радоваться действительно такой радостью, которую можно сопоставить с радостью детской. И поэтому Рождество, оно именуется таким праздником еще и детским. Потому что действительно здесь и взрослые, и дети объединяются в единой такой радости, в такой единой любовью друг к другу и, конечно же, к Богу. Несмотря на морозную ночь, божественную литургию посетили сотни латкаринцев. На богослужениях озвучили праздничное обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла к верующим. Он пожелал людям радости и любви. Призвал их менять себя и окружающую жизнь к лучшему. Хочется всем пожелать мира, тишины, любви, взаимопонимания и, конечно же, истинного счастья. Счастья жизни с Богом. Счастья, когда каждый из нас ценит тот мир, который мы имеем, ту любовь, которая окружает нас, которая дает нам наши близкие. Чтобы в праздник Рождества Христова поменьше было бы нестроений, соблазнов, поменьше было бы горестей, печалей. И, конечно же, чтобы мы радовались тому, что Господь сподобляет нас еще раз в этом наступившем году радоваться той неизреченной радостью, которую мы сегодня радуемся. Всех сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова. Марина Лопаткина, Александр Тестов. Специально для рубрики «Православие сегодня». Прихожане Петропавловского храма организовали рождественскую елку для горожан. Девочки в образе ангелов, православные песни, хороводы, новогодние герои. И, конечно же, сладкие подарки. Все для того, чтобы праздник Рождества ощутили даже самые маленькие латкаринцы. Вчера был праздник Христова Рождества, 7 января. А сегодня начинается особый период в годовой истории церкви, в церковном году, который называется «Святки». И мы с вами знаем, что святки – время святое, время особенное, когда упраздняется всякий пост. В среду и пятницу мы не постимся, а начинаем славить Рождество Христово, торжествовать и воспевать победные песни, родившемуся Богу-младенцу Господу Иисусу. Но знаете, что обычно бывает после праздника? Приходит такая развязанность, желание пошуметь, побаловаться. А все-таки праздник – это духовный, святой. Поэтому я искренне надеюсь, что вместе со святочным настроением, с этой радостью придет и наше хорошее, достойное поведение, послушание, все те самые высокие благодатные христианские качества, которые в нас воспитывает Матерь Церкви, которые мы принесем, как достойные нашей сердечной дары, Богу-младенцу Господу Иисусу. Как некогда волны принесли мы слава, ливали с миром. Эта рождественская елка в Декамир уже стала традиционной. Каждый год прихожане и учащиеся в воскресной школе готовят праздничную программу, посвященную светлому празднику Рождества Христова. Поскольку праздник Рождества Христова семейный, то честны мы прежде всего наши православные семьи, наших деток поздравляем. Елка рождественская, я полагаю, самое лучшее мероприятие, которое могло бы послужить делу поздравления, вовлечения ребят в это торжество. Это все дело с силами прихода, нашего Петропавловского прихода, воспитанники воскресной школы, наши молодые юные прихожане, которые за богослужение молились, конечно, их родители, и педагоги воскресной школы, ну а также духовенство и все неравнодушные к делу воспитания и созидания христианских личностей молодых. Воспитанники воскресной школы подготовили сразу несколько номеров. Один из которых – «Танец ангелов». Девочки в белых одеяниях просто заворожили зрителей, исполняя его. «Танец ангелов» В программе праздника были и веселые игры, причем не только для деток, но и для родителей. То Деда Мороза из круга не выпускали, то ехали длинным паровозиком, который останавливался на различных остановках – Топотушкино, Хлопкино и Кричалкино. Ну а потом очередь дошла и до взрослых. Папа, изображая зайчиков, прыгали через кокалку, а вот прекрасная половина крутила обруч на талии. «Праздник замечательный просто. Спасибо большое. Вы были на всех наших елках в городе? Нет, были в Доме пионеров и здесь. Скажите, в воскресную школу ходите? Говорят, что в воскресную школу ходите? Да, да, дочка ходит, старшая. Здорово, нравится? Очень здорово, очень нравится. Каждое воскресенье с утра встаем, отводим ребенка, сами идем в храм. Как елка? Хорошо, мне понравилось. Дед Мороз, Снегурочка. Я ее вспомнила. Тебе праздник нравится? Праздник нравится? Да. Мы стараемся ходить на все елки, куда нас приглашают. Но первые две рождественские елки мы были в Храме Христа Спасителя. Нас крестный доставал билет, и нам повезло очень. Ну, ребенку понравилось там, конечно. А как сегодняшняя елка? Ой, вы знаете, она такая душевная, такая добрая. Вот если бы все дети действительно могли присутствовать в городе, да, если бы все знали об этой елке, мне кажется, все бы были так счастливы быть на ней, потому что она такая добродушная. Хотели бы всех-всех поздравить с Рождеством, с Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья и, ну, наверное, дружбы, мира. Всем добра и мира, любви, радости, счастья всем. Поздравляем с Новым годом всех вас, желаем счастья и здоровья. Всех поздравляем с Новым годом, здоровья всем желаем, счастья, успехов в этом году. Самый светлый, самый чистый, как праздник Рождество, пусть метелью серебриской нам приносят всем добро. Праздничное мероприятие в честь Рождества Христова организовали и прихожане храма села Верхнее Мячково. Волшебное представление по мотивам сказки «Морозко» прошло в детской музыкальной школе. А подготовили это завораживающее мероприятие прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в селе Верхнее Мячково. Как же, неужто ты не знаешь, ведь сочельник, а завтра Рождество, Рождество Христово, спаситель в мир пришел, все ликуют и веселятся, радость великая для всех людей. Ну и что? Правда мне Настя что-то такое рассказывала, но мне это зачем? У меня и так радости полны-полно. Пряники, валенки новые, да телогрейка самая красивая в деревне. Настя, кашила. А сейчас вот еще в лес веду, гостинцев наберу. Взрослые заняли в этом выступлении не так много ролей, даже Деда Мороза играл ребенок. От этого сказка получилась еще более волшебной. Воспитанники воскресной школы хорошо выучили свои роли, и каждый старался максимально достоверно изобразить тех героев, которые мы все знаем с детства. Выступали и совсем юные дарования. Они читали стихи, пели песни и танцевали, что очень оживило представление. Завершилось оно общей песней, которая тронула весь зал светом, теплом и душевным исполнением артистов. Света, луны, хреста, радости, красота, праздник Рождества. Благодарительное представление показали юным латкаринцам ребята из Томилина. Интересно, что герои всеми любимой сказки «12 месяцев» предстали перед публикой в несколько необычном виде, расскажет Максим Морозов. Детскую сказку «12 месяцев» хорошо знают, пожалуй, все. Но в таком исполнении латкаринская публика ее точно не видела прежде. Премьера постановки в Латкарине прошла на льду одноименного комплекса. Несмотря на необычную форму сказки, сценарий классический по произведению Самуила Маршака. Вот на льду появляются падчерицы с мачехой, а вот и злая королева, которой захотелось увидеть зимой подснежники. Я сегодня играю королеву, которая в декабре захотела подснежников. В конце каков итог будет? В конце мне принесут подснежники, и все закончится хорошо. Вся костюмы фигуристов эксклюзивны и вышиты вручную. Вращение, прыжки и актерская игра. Постановка объединила в себе спорт и театральное искусство. Вот в центре ледовой площадки у импровизированного костра появляется «12 месяцев» и «Дед Мороз». Мы немножко изменили сказку Маршака, потому что у нас в основном в фигурном катании очень много девочек. И, конечно же, нам хотелось, чтобы «12 месяцев» были не юноши, а именно девушки. Октябрина, Августина. Вот такие сегодня были замечательные месяцы именно девушки. Ну и еще сезоны. Зима, весна, осень, лето. Благотворительную сказку латкаринцам показал танцевальный коллектив на льду «Тамилина», хорошо известный во всей области своими спортивными заслугами. Юные горожане, пришедшие в этот день на представление в ледовый комплекс, остались очень довольны. После такого шоу кто-то из них точно вернется сюда, но уже не в качестве зрителя, а как начинающий спортсмен. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Латкарина. В новогодние праздники народные гуляния прошли в небольшом сквере на территории Дома культуры «Центр молодежи». Развлекали юных латкаринцев настоящий Дед Мороз со снегурочкой. Также перед детьми выступали участники клуба юных дрессировщиков «Дик» со своими питомцами. Вместе с детворой танцевали и кружились хороводи и взрослые. В конце праздника всех ждали сладкие подарки. Череда новогодних елок прошла во дворце культуры «Мир». Отдохнуть в праздничные для всех дни коллективу ДК в полной мере не удалось. Уже утром 3 января двери дворца открылись для всех желающих. Здесь латкаринцев ожидала детская интерактивная программа «В гости к Деду Морозу». За два дня праздник посетили несколько тысяч горожан. После развлекательной программы в фойе ДК в концертном зале ребятам показали сказку «Добрый доктор Айболит». Конечно же с участием главных новогодних героев. И далее в нашем выпуске. Современное оборудование, высококачественное сырье. Репортаж с производства воздушно-пузырчатой пленки, находящегося в промзоне Латкарина. Все, что используется в производстве, начиная с сырья, то есть это гранула, втулки, упаковочный пакет, это все производится в России. То есть из иностранного здесь только вот станки сами. Вкусница латкаринских талантов – сюжет корреспондента молодежного медиа-центра нашего города. О работе художественной школы. Школы сейчас каждый год, каждый год в сентябре приходится больше и больше детей. Традиционная новогодняя гонка лыжников на трассе Волкуша. И другие новости прямо сейчас. А сейчас рубрика 112 об итогах пресс-конференции подмосковных пожарных, состоявшихся в Люберцах и последних происшествиях, расскажет Марина Лопаткина. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона сотрудники МЧС России провели развернутую пресс-конференцию. Огнеборцы встретились с журналистами и осветили актуальные вопросы по пожарной безопасности. Государственные инспекторы Люберецкого района по пожарному надзору Владислав Буркот и Сергей Зубков донесли информацию по пожароопасной обстановке. На территории Люберецкого района городских округов-котельники Зержинский и Латкарина особое внимание уделили соблюдению требований пожарной безопасности при общении с электронагревательным и отопительным оборудованием, а также пиротехнической продукцией. Когда мы говорим неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, это либо человек в состоянии алкогольного опьянения, либо в сонливом состоянии уснул с сигаретой в кровати, либо это оставили без внимания включенные какие-то газовые приборы, допустим, да, то есть нарушают правила эксплуатации. Это может кому-то показаться по-детски смешным, но до сих пор при проведении профилактических мероприятий люди говорят, что можно сушить над газовыми плитами какие-то вещи, одежду. Мы, конечно же, их разубеждаем об этом максимально быстро, но сам факт, что такие случаи имеют место быть, это, конечно же, очень печально. Пресс-конференция прошла плодотворно и за короткий промежуток времени спасатели ответили на множество вопросов. Подобные встречи стали регулярными и способствуют снижению пожароопасной обстановки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 112. Служба спасения Московской области. 4 января в городе Люберцы полицейские изъяли более 900 граммов героина у 65-летней женщины. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 6 января система видеонаблюдения «Безопасный город» зафиксировала аварию около развязки на пересечении Дзержинского и Новорязанского шоссе. Автомобиль пытался встроиться в поток, но его зацепила другая машина. В объектив системы наблюдения попала и авария в Лыткарине. Недалеко от дома 20 по кварталу 3А грузовик с прицепом зацепил и протащил припаркованную легковую машину. В поселке Красково легковой автомобиль ударил другую машину в задний бампер, так что последняя по инерции зацепила третий автомобиль. Красково легковой автомобиль Красково легковой автомобиль Красково легковой автомобиль Прошедшие праздники подарили всем нам массу впечатлений, но их окончание не повод прощаться с отличным настроением. Как продлить новогоднюю эйфорию, расскажет Мария Тимонина в рубрике «Культ Просвет». Здравствуйте! Новогодние праздники прошли, но это вовсе не означает, что праздничное настроение должно покинуть нас вместе с ними. Поддержать его помогут интересные мероприятия, которые пройдут в нашем городе в период с 11 по 18 января. И о них я, Мария Тимонина, расскажу вам прямо сейчас. Дворец культуры «Мир» не перестает радовать нас замечательными художественными мероприятиями. На этот раз любители живописного искусства ожидают персональная выставка художницы Марии Лисиченко. Полюбоваться ее работами можно до 29 января ежедневно с 14 до 20.00. 13 января 2017 года в 19.00 в Доме культуры Центра молодежи состоится праздничный концерт «Старый Новый год». Всем тем, кто еще не устал отмечать Новый год, стоит обязательно посетить это мероприятие. Заодно узнаете, что это за праздник такой, «Старый Новый год». Там наверняка вам об этом расскажут. В дни новогодних каникул православные встречают светлый праздник Рождество Христово. Насладиться рождественскими мелодиями и песнопениями латкаринцы смогут 13 января в 18.30 в детской музыкальной школе, где пройдет традиционный праздничный концерт. 14 января в 11.30 в рамках чемпионата Московской области по баскетболу в спортивном комплексе «Кристалл» встретятся команды из Латкарина и Чехова. А уже на следующий день, 15 января, верные латкаринские болельщики смогут также пустить матчи первенства Московской области среди юношеских команд в 12.00 2001-2004 годах рождения и в 18.00 99-2000. Ошибается тот, кто думает, что посмотреть интересные номера с участием братьев наших меньших можно только в цирке. Такую возможность 15 января в 15.00 всем нам предоставляет ДК «Центр молодежи». Встречайте на импровизированной арене клуб юных дрессировщиков «Дик». Творческое клубное объединение ветеранов кинобудка «Луч» продолжает свою работу. Фильм уже выбран, зал готов к показу, а вы готовы насладиться просмотром отличного кино? Если да, то приходите 18 января в 15.00 в ДК «Центр молодежи» и получите эстетическое удовольствие. На этом у меня все. Желаю вам приятного отдыха и культурного просвещения. До встречи через неделю. Воздушно-пузырчатая пленка – это, как известно, не только современный упаковочный материал, но и одно из лучших средств от стресса. Наш корреспондент разузнал все о свойствах и тонкостях процесса изготовления, побывав на производстве пленки, расположенной в черте нашего города. Современные производства, европейское оборудование и отечественное сырье. Компания «Бета Куверт» расположена в промзоне города Латкарь на Московской области. Именно здесь, на современных станках, практически без остановки, изготавливают воздушно-пузырчатую пленку. Вот в этих упаковках находятся гранулы полиэтилена – высокого и низкого давления. В зависимости от задания их смешивают в этом контейнере в соответствующих пропорциях. Вот так они выглядят. Далее с помощью системы насосов сырье отправляется в производство. Гранулы разогревают до температуры 250-260 градусов в зависимости от поставленной задачи. Полученная из них густая тягучая смесь тонким слоем попадает на барабан, где с помощью вакуума создаются пузыри. Два слоя, которые мы видим, которые попадают на вал, два слоя успевают спаяться между собой, успевают на валу получиться эти пузырьки. Дальше пленка попадает на охлаждающие валы, где обновенно охлаждается, и вся эта спайка уже по валам идет дальше на рулон. Вот так всего за несколько минут на катушку наматывается один рулон пленки. Дальше рабочие упаковывают полученную продукцию и взвешивают. В сутки таких рулонов компания производит порядка 350, а вот в месяц объем отгружаемой продукции превышает 90 тонн материала. Это больше полутора миллионов квадратных метров. У нас жесткий контроль за намоткой. Очень часто производители занимаются так называемым недомотом. Мы категорически этим не занимаемся. То есть, ну, только в случае, если конкретные заказчики говорят, что мне надо там не 100 метров, а 90. Итальянская линия – гордость компании. Технически она может производить до 40 метров продукции в минуту и делать особо тонкую пленку. В сборке европейского оборудования специалистам компаний помогали иностранные инженеры. Всего же для производства воздушно-пузырчатой пленки здесь работает два станка. Но на этом деятельность компании не останавливается. Значит, кроме этого, еще есть станок пакета паечный. Из этой же пленки, которую мы производим, мы из нее делаем пакеты. Также в компании есть станок перемотки пленки, где из больших рулонов изготавливают маленькие. Любого размера, по требованию заказчика. Есть и целый цех по переработке материала. В общей сложности производство задействовано семь машин. Компания способна производить пленку различного размера и плотности. Регулируется и диаметр самих пузырей. Стандартная пленка двухслойная, но, возможно, производство и в три слоя. В такую можно упаковывать крупную бытовую технику и особо хрупкие предметы. По требованию заказчика добавляют различные специальные вещества, улучшающие свойства пленки. Изменить можно даже цвет. Красный, желтый, зеленый. Одним словом, здесь знают все о производстве воздушно-пузырчатой пленки. Еще немаловажный момент, который, честно говоря, нас заставляет гордиться, это то, что все, что используется в производстве, начиная с сырья, то есть это гранула, втулки, упаковочный пакет, это все производится в России. То есть из иностранного здесь только вот станки сами. А это значит, кризис и санкции компании не помеха. Бета-куверт работает уже три года. Благодаря отлаженному производству и сырью высокого качества сегодня они занимают лидирующие позиции в своей отрасли. В планах на 2017 год установка новых производственных линий и, как следствие, увеличение объема выпускаемой продукции. Максим Арузов, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Художественная школа в Доме детского творчества известна в городе учреждения. Вот уже много лет ее опытные педагоги обучают творческим специальностям юных горожан. Корреспондент молодежного медиа-центра Латкарина Мария Тимонина подготовила цикл сюжетов о работе этой кузницы латкаринских талантов. И первые из них вы увидите прямо сейчас. Куда пойти заниматься ребенку, если он любит рисовать и, главное, хочет научиться делать это правильно? Ответ такой же простой, как и вопрос. В Доме детского творчества уже много лет функционирует настоящая художественная школа. Каждый желающий может поучаствовать в творческом конкурсе и быть зачисленным в первый класс. В художественную школу сейчас каждый год, каждый год в сентябре приходится больше и больше детей. И мы рады им всем. У нас существует вступительный экзамен. Дети работают тоже над натюрмортом. Они рисуют какую-то простейшую, простейшую постановку. Из их рисунка мы уже видим. Кого-то сочисляли в первый класс, кого-то в подготовительную за студию. Педагоги рады, что с каждым годом к ним приходит все больше и больше детей. Ведь художественная школа не только способствует развитию их таланта. Здесь, к тому же, готовят профессиональные кадры. Порядка 80% ее выпускников поступают в высшие художественные учебные заведения. Художественная школа не зря носит название школы. Ученики 4 года изучают несколько предметов. Графика и живопись основные. Рядом с ними идет непосредственно связанная керамика. Керамика или скульптурная пластика, она у нас официально называется по программе. Наш предмет такой теоретический – это история искусства. Для педагогов настоящее счастье, когда дети понимают, что все предметы в художественной школе связаны. Академическая живопись должна основываться на хорошем рисунке, поэтому мы неотделимы с графикой. Только на хороший рисунок, особенно если речь идет о пейзаже, если ложится при этом прекрасная живопись, только тогда работа выглядит достойной и по-взрослому, так сказать. И достойно название, что это производение профессионально выполнено. Я старалась так строить программу, чтобы мои темы повторяли графику. Например, идет по графике нос, глаз и так далее, лицо, голова. И вот у нас в третьем классе тоже идет голова. Керамика – это очень интересное направление, которое помогает детям потом рисовать на плоском листе бумаги. Попробуем рассмотреть каждый предмет в отдельности и начнем с композиции. Основа классического художественного образования – это рисунок. Но его можно построить правильно, только если знаешь правила композиции. Поэтому и живопись, и графика являются лишь средством для реализации композиции. Композиция – это своего рода сочинение на заданную тему. Поэтому небольшое упражнение становится основой данного предмета. Упражнения акварельные, упражнения гуаши, творческие упражнения по композиции, на линию, на пятно, на контраст. Программа предмета подразумевает создание работ для участия во всевозможных конкурсах. Потому что мы очень часто участвуем в областных, региональных конкурсах, городских также. Смежным с композицией предметом является графика. Искусство изображать предметы линиями и штрихами. С чего же начинается обучение? Ну, в первом классе мы начинаем с того, что даем понятие, основное понятие в академическом рисунке, для возможности перенести трехмерное изображение в двухмерное – это понятие линейной перспективы. На основе этого ученики сначала строят кубик, после чего выполняют остальные геометрические тела по мере нарастания сложности. Первые полугодия они заканчивают натюрмортом из них. Таким образом ученики познают правила линейной перспективы. Постепенно они переходят к выполнению простейших предметов, таких как вазы, гипсовые орнаменты. А завершают этот цикл натюрморты из более сложных предметов. А вот второй класс в основном посвящен рисованию элементов головы – глаз, ухо, нос, рот, губы. И в самом конце две головы – обрубовочная и антиноя. В третьем классе обучают рисованию человеческой фигуры и постепенно переходят к написанию портрета с натуры. Для этого приглашают специального человека, который позирует в течение всего занятия. А если и понадобится, то нескольких. Мы сегодня рисуем живой портрет. Перед нами сидит модель. Мы должны примерно за два с половиной часа ее нарисовать как можно правильнее и четче. Примечательно, что художников в первую очередь интересуют особенности строения лица. Чем ярче они выражены у модели, тем проще ее нарисовать. Я рассматриваю человека только с точки зрения именно как натура, как просто особенности лица. Сегодня художникам повезло. У них замечательная натура. Да, у них очень выделяющиеся черты лица. Глаза очень выразительные и скулы. Поэтому, я думаю, будет не так сложно рисовать. Четвертый класс очень посвящен практически весь гипсу. У нас четвертый класс, кроме одного, по-моему, двух натюрмортов. Все остальное время у нас гипс, гипс, гипс. Ну, помимо проекта интерьера, это у нас, так сказать, элементы дизайна какого-то. Но даем мы его не просто так, а опять же, с закреплением понятия линейной перспективы. Настоящего художника хоть ночью разбуди, а правила перспективы он знать обязан. Таким образом, к концу обучения он должен уметь построить натюрморт в пространстве и гипсовую голову. Овладеть штриховкой, карандашом, тушью и другими графическими материалами, освоить академические законы рисования. Не менее важным предметом художественной школы является живопись. Первое, чему учатся ученики – правильно организовать свое рабочее место. Ведь от этого зависит 80% успеха. Когда лист прикреплен, надо посмотреть и подумать, как правильно распределить место на нем. И попытаться обычный, пока еще чистый плоский лист сделать трехмерным. Показать цвет и тень, пространство, степень удаленности предмета и его цвет в перспективе. А также решить многие сопутствующие работе задачи. Чтобы понять, чему учат живопись, необходимо разобрать, что это. Живопись – это определенный вид изобразительного искусства, где с помощью красок, цвета художник передает реальность или нереальность окружающей его действительности. Он учит восприятие жизни, природы в цвете, в красках. И кроме обучения академического, он еще дает большой душевный заряд, эмоциональный заряд. Потому что красками ребенок выражает, и художник выражает не только реальность натуры, реальность природы, но он еще и выражает свое настроение. Живопись – это в первую очередь работа с цветом. Но цвет может изменяться в зависимости от освещения, окружения предмета другими объектами, от светорефлексов на нем и, самое главное, от настроения юного художника. Основой школы живописи является натюрморт. Для тех, кто не знаком с этим словом, поясним. Буквально оно означает «мертвая природа». Учебный натюрморт – это постановка различных подсвету, форме, структуре предметов, направленная на улучшение восприятия материалов, из которых они изготовлены молодыми художниками. Первым шагом на пути к этой цели является рисунок осенних листьев. Начинаем мы с плоских предметов, с осенних листьев. Но я учу их видеть осенний лист не просто вот такой, приглаженный утюгом. Надо, наверное, показать его оттенки, его меняющуюся форму. И даже он плоский, но он где-то изогнут, где-то красиво подчеркнуть его форму. И на примере вот этих осенних листьев мы учимся технике акварели. В основном ученики работают с акварелью, но уже с третьего класса переходят к более сложным материалам, таким как гуашь, акрил, масляная и сухая пастель. С каждым годом обучения к начинающим художникам предъявляются все более и более высокие требования в написании натюрморта, ведь овладение живописным языком и создание с его помощью цветовой гармонии – основная цель обучения живописи. Сегодня мы постарались рассказать вам о таких ключевых предметах, преподаваемых в детской художественной школе, как композиция, живопись и графика. Что ученики делают по завершению четырехлетнего обучения и по каким еще предметам проводятся занятия в этой школе – расскажем в нашем следующем сюжете. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Добродел. Решаем проблемы вместе. Настоящий подарок за несколько дней до Нового года подарили каратистам клуба «Хэно». Теперь у них есть собственный спортивный зал. В небольшом, но уютном зале собрались все те, для кого этот день особенно важен. Спортсмены клуба «Хэно», их родители и, конечно, почетные гости. И вот он, долгожданный момент. Все замерли на мгновение. Воцарившуюся тишину нарушает только вспышки фотокамер. И, наконец, красная лента, символизирующая преодоление последнего препятствия, разрезана. Этого события они ждали целых 20 лет с момента основания клуба. Игорь Шурмистов, тренер по восточному боевому единоборству «Ситакан», вспоминает, занимались где придется. Спортсмены были рады любому кусочку помещения, даже коридорам образовательных учреждений. Я пропагандирую каратэ не только заниматься като, техническими элементами, которые вы видите, но и кумите. Поэтому наш спортсмен выступает в двух дисциплинах – и в като, и в кумите. И в этот зал приходят только те спортсмены, которые выступают на высокого уровня соревнованиях. Последний раз мы ездили на соревнования в Сербию. 30% выступлений на соревнованиях сборной молодежной России были наши спортсмены из города Латкарина. И завоевали 26 медалей. Собственный спортивный зал – общее достижение. Ремонтировали его своими силами. Тренеру помогали родители и спонсоры. Компания «Конгорд Ост» и старатели выделили строительные материалы. Вытяжку установила организация «ТИС-проект». Также оказала помощь городская компания «Велком». В решении возникающих вопросов помогал лично глава города. После торжественного открытия, пользуясь паузой, образовавшейся в плотном графике тренировок, благодаря столь приятному поводу Иван с гордостью проводит экскурсию для нашей съемочной группы. В центре зала большой калаш из фотографий, на которых запечатлены лучшие спортивные достижения и самые яркие моменты из жизни команды. Мировые первенства в Германии, Сербии, Англии, всероссийские турниры и сборы. На этом фото вся наша спортивная жизнь от самого начала клуба до наших дней. Посчитать общее число кубков и медалей, завоеванных за два десятилетия работы клуба ХНО, задача просто невыполнимая. Количество наград измеряется сотнями. Такую же фотографию подарили главе города, который осмотрел новый зал для тренировок и пообщался со спортсменами. Детям – это трудолюбие. И когда я учу всех детей, неважно какого возраста, одному, умножай тому, кто находится рядом с тобой. Отказываться от тренировок в образовательных учреждениях города команда не собирается, ведь численность занимающихся в ХНО на сегодняшний день составляет порядка 150 человек. И единовременно все они здесь, конечно, не поместятся. На открытие первой своей собственной площадки настоящего дома – это уже заявка на новые победы. Мы еще учимся, поэтому не всегда успеваем на общие тренировки. А теперь в любое время, в любой день мы можем прийти и будем знать, что нас здесь ждут. Для любого тренера, для любого клуба очень важно иметь свой собственный уголок, в котором можно будет вот так вот кубки поставить, медали, в котором можно будет собраться, потренироваться или даже просто обсудить какие-то соревнования. Несмотря на то, что работа в собственном зале только началась, родители спортсменов уже заметили положительные перемены в своих детях. Сейчас вот в этом зале уже прошло несколько тренировок. Мы, как родители, смотрим за детьми, смотрим на тренировки и видим, что это просто земля и небо. Изменилось все. К тому же зал не только хорошо отремонтирован, но и оборудован душевой кабиной. В нем имеются все необходимые спортивные снаряды и вообще все, что нужно для полноценных тренировок. И если раньше спортсменам приходилось приносить с собой лапы, перчатки и гантели, то теперь весь инвентарь на своих местах. Это место еще больше сплотит и еще больше будет развиваться этот дух семьи, который будет заражать также и других людей, которые будут узнавать как-то об этом месте. Либо будут сюда просто приходить в качестве гостей, либо уже потом приобретут статус постоянных посетителей, если можно так сказать. Так что я считаю, это очень знаковое событие, в принципе, для карате в целом, для города. Открытие нового зала – очередная спортивная победа команды Хэно. За нее, конечно, не дадут кубок или медаль, но очевидно одно – через этот зал пройдут новые чемпионы области, России и мира. И даже если не все из ребят поднимутся на высшие ступени спортивных пьедесталов, дружить, уважать старших, быть стойкими и смелыми – их здесь обязательно научат. Потому что мы здесь все как одна большая семья, а не каждый сам за себя, каждый может друг другу помочь, каждый может на друг друга положиться. Максим Морозов, Александр Тестов, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Очередной баскетбольный матч прошел в спорткомплексе «Кристалл». В этот раз спортсмены боролись за выход в 1-4 финала Кубка Московской области. О ярких моментах и ходе игры наш следующий сюжет. В преддверии Рождества 6 января БК «Кристалл» в одноименном спорткомплексе принимал гостей из города Куровское. Спортсмены команды «Звезда» на протяжении всей встречи демонстрировали хорошую игру и технику, и долгое время шли в нескольких очках от команды из Латкарина. Вообще хочется отметить, что этот матч получился одним из самых динамичных в сезоне, поскольку соперники, может, и не всегда шли под кольцо, но набрасывали немало трехочковых «Кристаллу». Интересы Латкаринской команды в этом матче отстаивало немало спортсменов из второго ее состава. Команда «Звезда» сохраняла активную динамику игры до самого конца, но латкаринцы все же одержали победу. Встреча завершилась с примечательным счетом 88-77 в пользу БК «Кристалл». Варвара Можаев, Александр Тесов. Новости спорта Латкарина. Традиционная новогодняя гонка прошла на лыжной трассе «Волкуша» 31 декабря. Лыжники разного уровня боролись за звание лучшего спортсмена последних в уходящем году соревнований. Новый год на лыжах решили встретить Латкарина. Около 300 спортсменов приняли участие в лыжной гонке. Лыжную трассу начали готовить задолго до начала гонки. Мужчины в этот раз могли выбирать, бежать им в 7,5 или 15 километров. А вот представительность прекрасного пола ожидали привычные 5 километров. Трасса отличная, организаторы огромные молодцы, потому что всем очень это нравится. Организация отличная. Какой у тебя результат? Мой результат 9 место и вроде бы 16 минут. Это на дистанции 5 километров. Поздравляю всех с Новым годом. Будьте огромными отцами и учитесь хорошо, старайтесь. Один из организаторов трассы Сергей Позняков тоже участвовал в забеге. Он не понаслышке знает, насколько важна эта лыжная трасса для лыжных гонокаринцев и жителей близлежащих муниципальных образований. Рэй-трак ходит каждый день, поэтому можно всегда поехать, покататься в любое время. В общем, народ катается ночью с фонарями. Утром поезжаешь, еще темно, уже катаются. Новогодняя гонка – это соревнование, в котором может принять участие любой желающий лыжник. Самому юному участнику всего 14, а самому опытному далеко за 70. Несмотря на свой возраст, они не устают получать заслуженные награды. Всего в ходе гонки было разыграно 10 комплектов медалей. Это открытое спортивное мероприятие, поэтому любой желающий, спортсмен может приехать сюда и принять активное участие. 10 номинаций сегодня будет награждаться. Это девушки-юноши различных возрастных групп, мужчины, женщины в трех возрастных категориях. Поэтому никто не останется незамеченным. Все будут здесь у нас сегодня довольны и награждены призами. Несмотря на предновогоднюю суету, многие родители нашли время для активного отдыха с детьми. И в канун Нового года пришли на лыжную трассу «Волкуша», чтобы показать пример подрастающему поколению. Привет, скажи, ты тоже участвовала в лыжных гонках? Нет, не участвовала. Ты бы хотела тоже так же, как взрослые, поучаствовать в них? Да. Хорошо катаешься на лыжах? Номер 40 на финише. Вот, как помочусь. Мария Брашкина, Алексей Устинов. Новости Лыткарина. 7 января в Лыска Лыткарина в рамках второго круга ночной хоккейной лиги встретились лыткаринский «Арсенал» и подольский «Витязь». Расскажет Максим Морозов. В минувшие выходные городская команда «Арсенал» принимала у себя в гостях соперников из Подольска – хоккейный клуб «Витязь». Наши спортсмены первыми открыли счет в матче, но соперник и не думал отступать. Следующие три шайбы подряд залетели в наши ворота. Лыткаринцы смогли отыграться только на последних минутах второго отрезка матча, сравняв счет 3-3. Третий пирот хоккейной баталии стал особенно напряженным. Жесткие противоборства игроков и, как средство, череда удалений. В эти минуты «Арсенал» уверенно контролировал шайбу и оперативно производил смены, пытаясь реализовать большинство. Почему удалось одержать победу в гору? Волевым качеством игроков и в везении. Установка была, играли в три звена, но нормально сыграли. Ребята все били, все молодцы. Отдельно хотелось бы поблагодарить Садова, Ремеева, Вольберта, Фортаря, Осипова. Все молодцы. Итоговый счет матча 6-5 в пользу лыткаринской команды «Арсенал», которая продолжает уверенно идти в лидерах ночной хоккейной лиги в категории 40+. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Лыткарина. Рождественский турнир по шахматам прошел в воскресенье в ДК Центра молодежи. Желающих принять в нем участие не становили даже лютые морозы. Наибольший интерес к соревнованиям проявили школьники. Подробности в нашем следующем сюжете. В нашем городе жизнь не останавливается даже в праздничные выходные. Соревнования проводились как в преддверии Нового года, так и в самом его начале. И даже последний день новогодних праздников не стал исключением. Лыткаринские шахматисты решили провести его весело и с пользой, устроив рождественский турнир. Турниры проводятся по быстрым шахматам, проводятся в один день. И все любители шахмат с удовольствием играют в эту умную и прекрасную игру. Шахматы – очень популярный вид спорта. Возрастные ограничения здесь минимальны. Кроме того, занятия шахматами очень хорошо помогают развивать память и логику. Хотелось бы сказать, что радует то, что шахматы сейчас все больше и больше пользуются популярностью. И в регионах, в том числе и у нас, вели шахматы в школах. И с первого класса преподают в школах шахматы. Потому что шахматы – это очень, как я говорю, очень умная, это борьба умов, борьба интеллектов. И для развития шахматы – лучшие средства для развития умственных способностей детей. Важно и то, что играют шахматы не только мальчики, но и девочки. Хоть и не так активно, но все же те, кто начинают заниматься, ни о чем не жалеют. Скажи мне, пожалуйста, ты сегодня играешь в основном только с мальчиками девочек. Я здесь не наблюдаю. Мне не сложно с мальчиками играть? Да нет, не очень. В принципе, так всегда. Скажи мне, пожалуйста, вообще девочки насколько увлекаются вот таким вот видом спорта? Ну, как бы мальчики этим заинтересованы больше, потому что у девочек совсем другие интересы. Ну, ты-то сегодня здесь. Ну, мне очень нравится продумывать ходы. Это логика, это математика. Латкаринцы, учитесь играть в шахматы. Это отличный способ, интересно использовать для интеллекта провести свое свободное время. А главное, вам никогда не будет скучно длинными зимними вечерами. Варвара Можаева, Алексей Устинов, новости Латкарина. На этом у меня все. Познакомиться с нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.lutkarenodefistv.ru Смотрите нас на телеканале Подмосковья 360 градусов каждую среду и субботу в 19.00. В студии была Варвара Можаева. Хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова